Всем привет, а сегодня у нас алмаз. Диковинка, я бы даже сказал бриллианты гитарной индустрии. Это педали серии WayHuge. Мы уже знакомились с их замечательным дилеем, как у Джарды, кстати. И я до сих пор помню те замечательные ощущения от той кнопки. Я надеюсь, сегодня это все снова со мной повторится. Итак, что касается упаковки, это, как и в том случае, максимально. Это супер. Это оформление комиксами по всему периметру. Это лучший в мире божественный пакетик из отборного полиэтилена. Это, как всегда, суперская отделка. Педаль сделана в Штатах, резиновые ножички сделаны в Штатах. Стандартное питание от батарейки или же от блока питания называется педаль Blue Hippo. То есть, голубой бегемотик. Это ее кодовое название. Педаль одновременно и хорус, и также здесь есть переключатель, который вводит ее в тон вибрато. Всего две регулировки, больше человеку не надо. Это скорость искажения модуляции волны, да? И глубина тех самых искажений модуляции волны. В общем-то, что дальше? Дальше мое любимое. Это понятная инструкция на английском языке, но очень цветная и красивая, где указано, что Speed это Speed, Death это Death. А ножной переключатель это ножной переключатель. И вот оно, вот оно мое любимое. Глянцевый гитарный плейбой. Журнальчик для Fapenie от компании Dunlap. Здесь есть все. Все, что вы можете встретить. И все, что вам понадобится. Так, дальше у нас какая-то быстрая инсталляция. Даже на русском языке. Это очень интересно. Позже скажу почему. И, собственно, здесь указано, что можно использовать с перегрузами MSR, с педалью экспресс. И она с ними отлично взаимодействует. Ну и, собственно, гарантийный талон. Давайте слушать. Но сначала я хотел бы уделить отдельную оду индикатору на этой педали. Это гениальное изобретение, благодаря которому мы можем не только услышать, но и увидеть звук. Дело в том, что регулировка интенсивности искажения, глубины волны здесь напрямую завязана с индикацией. И даже с выключенным усилителем мы можем наблюдать, как часто мы меняем искажения и с какой амплитудой биения происходит модуляция сигнала. Вплоть до того, что можем устроить маленькую мини-ночную дискотеку. И сначала меня даже глюкануло, потому что я начал двигаться в такт изменения индикатора и удивился, как так сильно индикатор меняет яркость в зависимости от угла обзора. Но потом пришли те самые ощущения, как в фильмах ужаса. Когда ты со своим отражением делаешь вроде бы обычные вещи, но потом ты останавливаешься, а индикатор продолжил. Ну и последнее, что нам осталось, это... Да. Можем начинать. Давайте послушаем чистый звук. Давайте посмотрим, как меняют тон регулировки. Начнем со спид. Полдесятого. Одиннадцать. Одиннадцать. Одиннадцатый. 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 Глубина искажений Глубина искажений Глубина искажений Глубина искажений Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и какой можно сделать вердикт после всего услышанного и увиденного? Благодаря именно таким педалям я понимаю, почему я все-таки выбираю педали, а не процессоры и не цифру И сейчас я чувствую, предрекаю, что в мониторе полетят всякие разные вещи, но я скажу Эта педаль дает самый чистый звук, который особенно ощущается во время регулировок, настолько чистый, что я не слышал такого ни на какой цифре, ни на каких плагинах и ни на каких процессорах Я сейчас имею ввиду даже и даже конкретно именно флагманские модели, вы понимаете о каких я вещах Это очень, очень крутой звук, очень густой тембры отдельные всей серии Wayhuge Что касается внешнего вида, это опять же десятка, 10 из 10, причем сделано и выполнено все настолько качественной краской, покраской, что это я чувствую на века Что касается надежности, я уверен, что педали такого класса способны переносить огромные длинные туры, любые поездки, любые температурные перепады и служить верой и правдой Что касается упаковки, это как раз тот случай, когда ты можешь получить удовольствие от анбоксинга Когда педаль не завернута в бумажку, а ты получаешь те же самые ощущения, как от покупки коллекционного диска Потому что это тоже важно, когда ты выкладываешь порядочную сумму, чтобы люди думали обо всем Не только о надежности, не только о звуке, не только о дизайне и удобстве, но еще и даже об упаковке Здесь должно быть продумано все в педалях такого класса Что касается цены, я сразу хочу предостеречь комментарии, мол 10 тысяч за хорус, да я лучше пойду плагины, скачаю, поиграю через свои свины Во-первых, хорус это очень важный, недооцененный у нас педаль Не менее важный, чем дилей, который делает ваш звук, прибавляет ему просто незаменимой окрасой Без него ваша гитара звучит бледно и обывательски А здесь вы сможете не только чистому, но и солирующему новому перегрузу передать необходимые оттенки с разной амплитудой Но дело даже не в этом 10 тысяч за что? Это педаль профессионального класса, это лучшая из лучших, где все сделано по максимуму Это педаль для профессиональных музыкантов с очень высокими запросами, способная их удовлетворить Это педаль сделанная в UCA, и эта педаль выпущенная в Limited Edition Потому что это переиздание бутиковой педали голубой бегемохик И сделана она ограниченным тиражом Потому что количество чипов, на которых были сделаны эти бутиковые педали, естественно, было ограничено Поэтому я знаю людей, которые покупали ее откуда-то там из-за границы За больше деньги, чем она сейчас стоит у нас И она реально того стоит Я бы даже сказал, ну, более чем со всех сторон Единственный минус, который я нашел, это яркая индикация, которая как бы говорит тебе на концерте Не смотри вниз, смотри в зал, смотри в зрителя, улыбайся, ты артист Ну, в общем, на этом все Отдельную хочу выразить благодарность магазину Мир Музыки За то, что позволяют нам с вами, так сказать, прикоснуться к прекрасному Ознакомиться с такими замечательными девайсами в мире гитарной истории Собственно, на сегодня все Всем спасибо, если вам было кайфово и интересно Поставьте лайк под этим видео Подпишитесь на канал, здесь несколько сотен офигительных видео А также обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok